У всех есть особое место, которое дорого сердцу. Это место, где можно всё выпустить. Богатые, бедные, молодые, старые, все ходят в туалет. Но, оказывается, некоторые облегчаются в необычных местах. Поднимите стульчики, юные скибеди, потому что мы осмотрим самые странные и причудливые уборные в мире, которые вы вряд ли осмелитесь использовать. ЗВЕЗДА УНИТАЗА Практически все ходили на концерты и были в ужасе от состояния туалетов. Серьезно, я не знаю, чем люди занимаются в кабинках на концертах, но очевидно, что они вообще не могут писать нормально. Недавно внимание привлекла Брэс Мак, площадка в Тампе во Флориде, в туалете которой увидели нечто еще более пугающее. Там работающие унитазы были украшены весьма реалистичной скульптурой Ларса Ульриха из металлики. Фигуру для уборной создал музыкант и художник Принц Миднайт, который, видимо, любит подобные вещи. Вот еще одно его творение, и на этот раз, судя по всему, он изобразил диджея Эйпекс Твин. Но если бы он был персонажем для игры на PlayStation 1 точнее. Не знаю, какие отношения у вас должны быть с музыкантом, чтобы захотеть иметь в туалете его скульптуру. Больше смахивает на сталкерство фанатов. Представьте, что вы заходите и видите, как кто-то молится перед унитазом, как будто это какой-то ритуал. Я бы ушел меньше, чем через 10 минут. Возможно, вам не хочется превращать унитаз в полноценного человека, и кто может вас винить? Это правда странно и жутко. Но все-таки возможно облегчаться с дэдметалом. Ведь есть такой панковский стульчак с Амазона, чтобы все знали, что вы круты. Хотя эти бритвенные лезвия и колючая проволока выглядят скорее как аллюзия на геморрой. Что касается цены, то я не знаю. Товара нет в продаже, так что, видимо, он популярен. Среди кого я могу только догадываться. Смыв из будущего. Признаю, если говорить о туалетах, то одна страна опережает остальные. Я, конечно же, говорю про Японию. Их уборные буквально поют, пока посетители делают свои дела. При всех новшествах некоторые туалеты странные или и вовсе пугающие. В ресторане на окраине Токио мужской туалет преподносит гостям тревожный сюрприз. Просто посмотрите. Да, это огромный рот. Называйте меня Ханжой, но я не хочу, чтобы на меня пялился писсуар. Меня вообще напрягают писсуары, даже обычные, но это. Дамы, я слышу, смеются над стеснительными мужчинами. Но ничего, это вы не видели, что скрывается в одном женском туалете. Готовы? Теперь уже не так смешно, правда? Понятия не имею, что это за чудовище, но оно отвратительно. И к тому же очень непрактично. Надеюсь, там есть свободная кабинка, потому что этот унитаз подойдет только акробатам. Трипукфобия Мир вокруг страшное место. Многие люди боятся самых разных вещей. Вы слышали про трипофобию? Это боязнь предметов с повторяющимися узорами и скоплениями дырочек, как в сотах. А вот у меня трипукфобия. Это страх унитазов с мелкими отверстиями. Как тут? Это правда ужасно? Как если бы кроксы были унитазами? Но если серьезно, как бы такое приспособление вообще работало? При спуске все будет вытекать через отверстия, и туалетная вода окажется на полу. Отвратительно. Я предположу, что это не настоящий унитаз. Это либо фотошоп, либо концепт, который кто-то сделал, чтобы испортить мне день. Тоже нельзя сказать про это. Ладно, тут уже не отверстия, а забавные глаза, но от этого лучше мне не стало. Я знаю, в каком ракурсе смотрюсь лучше, и это точно не когда я пытаюсь сесть на стульчак. Лучше поместить это в мысленный шкаф вещей из интернета, на которые не надо смотреть, и притвориться, что мы этого не видели. Больше всего меня огорчает другая дыра. Это дыра, которую вы оставляете в моем сердце, когда не лайкаете видео и не подписываетесь на канал. У меня будет еще много интересного. Исправились? Тогда продолжаем экскурсию. Для двоих. Я говорил, что одно из преимуществ туалета – это немного тишины наедине с собой. Но что, если мне станет одиноко? Было бы здорово разделить самый заветный момент с другом или любимым человеком. Дорогие зрители, представляю унитаз-тандем. Красота, правда? Теперь вы можете играть в шахматы и снимать тиктоки с другом в туалете. Что-что, у вас больше одного друга? Не проблема. У меня есть тройная корона для трех королей и королев. Тут даже имеются специальные раковины для рук. Хотя, если подумать, лучше не стоит совать туда руки. Знаете, забудьте про это. Почему бы не позвать всех своих друзей? Места хватит на всех. Хотя, возможно, придется побороться за люксовый унитаз в конце, ведь там есть дверь. Я не знаю, где находятся эти туалеты и работают ли они, но я точно знаю, что лучше уж наделать в свои трусы. Воды слонам. Иногда я просыпаюсь посреди ночи и у меня во рту как в пустыне. Как будто кто-то высосал всю влагу из моего организма. У кого-нибудь еще так бывает? В кемпинге в Бацване один прохожий, испытывающий жажду, остановился ночью, чтобы освежиться необычным способом. Посмотрите. Фу. Прямо из унитаза? Такой жажды у меня не было. Но это весьма частое явление в лагере Elephant Sands. Если вы еще не догадались, помимо людей сюда порой приходят и более крупные посетители. У слонов есть собственная вода, но она обычно соленая, а в жаркий летний день она не так освежает, как чистая вода из унитаза. Некоторые гости рассказывали, что когда они сидели в туалете, огромный хобот внезапно протягивался и трогал их за плечо. Представьте, как это пугает. Я был бы рад, что уже на унитазе. Скрытая угроза. У всех дома есть такое место, с которым непонятно, что делать. Например, небольшая ниша или незанятый участок стены. Следующий владелец дома спрятал в своем чулане кое-что довольно таки неожиданное. Это, наверное, самое странное расположение унитаза. Я правда не могу понять, что это такое. Если бы взрослый человек попытался воспользоваться этим туалетом, он должен высунуть голову или держать ее внутри, или высунуть только коленки. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите. К счастью, у меня есть удобная схема пост для туалета. Как думаете, какую позу надо выбрать для чуланного унитаза? Если вы за девятку или ноль, то уходите. Единственное объяснение, которое пришло мне на ум, это что унитаз не предназначен для взрослого человека. Может он для туалетного гремлина? Или его установили, чтобы приучать ребенка к использованию унитаза, потому что до чулана быстрее добраться? Но даже это кажется странным. У вас есть идеи получше? Поделитесь ими в комментариях. Герои туалетов Обычно я весьма спокоен. Меня нелегко вывести из себя, и это хорошо. Меня лучше не злить. Никому бы не понравилось, когда я злюсь. И никому не понравится то, что находится в этом туалете. Просто узрите это. Боже ж ты мой. Кому-то нужно побольше клетчатки. Это уже Халк брызгать, а не ломать. Халк так побрызгал, что зеленая жидкость даже заляпала пол вокруг унитаза. Но если Халк не ваш супергерой, может кто-то еще? Железный туалет, Тор, Бог уборной и мой личный фаворит Человек-Пук. Где собираются эти мстители, я не знаю. Что-то мне подсказывает, что это очередное творение нейросетей. Но я надеюсь. Это утешит меня больше, чем правда о том, что это действительно чей-то проект, в который вложили кучу времени и денег. Долгий путь Вы кладете нож и вилку на середину пустой тарелки и медленно откидываетесь на стуле. Сегодня день жареной курочки, и вы съели столько, что хватит на четырех человек. Пока вы сидите в полубессознательном состоянии, ваш живот начинает урчать. Вы хватаетесь за стол и пытаетесь встать, чтобы пойти в туалет. Дойдя до двери и хватаясь за ручку, вы слышите зловещий щелчок замка. Занято. Кажется, вы опоздали. Дела плохи. Капли пота выступают на лбу, желудок снова сжимается, и кажется, что время ускользает. Вы переступаете с одной ноги на другую, с левой на правую. В бесконечном танце секунды кажутся часами, а минуты месяцами. Внезапно дверь открывается. Вышедший человек едва успевает отойти, а вы уже заходите и захлопываете за собой дверь. Тело охватывает радостное облегчение. Но оно длится недолго. Когда вы поворачиваетесь к вожделенному унитазу, то видите это. Он так близко, но так далеко. Вы не успеваете выругаться, как уже сводит живот. Вы бежите к фаянсовому призу, но с каждым шагом коридор становится все длиннее и длиннее. Свет мерцает, и вам кажется, что впереди появилась парящая фигура. Времени нет. Вы бежите дальше. Вы закрываете глаза, когда спазмы в животе становятся невыносимыми, а ноги подкашиваются снова и снова. Ой, простите, я, наверное, заснул. Страшный сон приснился. Но тот туалет настоящий, если верить автору фото. Он утверждает, что уборная находится в доме, который он снимает в Найроби в Кении, и все не так, как кажется. Сомневаюсь. У меня от одного взгляда на это начинается клаустрофобия. Подождите. У меня теплое сидение. Почему у меня теплое сидение? Туалет для трудяк. Я всегда боюсь спрашивать, где находится туалет. Ответы постоянно такие запутанные. У входной двери поверните налево, направо, потом по лестнице и на подъемнике. Надо было спрашивать за 20 минут. В Питтсбурге, в Пенсильвании некоторые туалеты находятся в странных местах. Например, на лестнице. Эх, никакого уединения. Как ни удивительно, такие туалеты были очень практичными для рабочих 20 века. Скажем, вы столевар или шахтер и вернулись домой абсолютно грязным после долгого рабочего дня. Вы захотите пройти в чистенький дом в грязной одежде? Ни за что. Рабочие могли входить в подвал через отдельную дверь, и там была уборная, где они могли привести себя в порядок, а не разносить грязь по всему дому. Умно. Возможно, в случае с туалетом на лестнице в подвале не было места или сантехники. Поэтому унитазу пришлось найти еще более необычное расположение. Если честно, я не могу сказать наверняка. Не исключено, что в районе часто происходят наводнения, а унитазы в таких случаях переполняются. И вместо того, чтобы ставить унитаз на первом этаже, где он неизбежно испортит интерьер, его установили внизу, чтобы все сразу стекало в подвал. Или в данном случае по лестнице в подвал. Опять же, я не уверен, но это кажется более логичным, чем устанавливать унитаз на лестнице в квартире ради шутки. Никому не захочется с утра пораньше внезапно увидеть голые ягодицы бабушки. Кажется, я зря съел все эти блинчики со сгущенкой на завтрак. Летающая кабинка. Иногда, когда я спешу на работу, утренний кофе дает о себе знать. И, скажем так, мне надо вернуться, чтобы не опозориться в дороге. Но я постоянно попадаю в пробку. Вот бы можно было добраться до работы, миновав пробки и насладиться кофе. Такое возможно, ведь я нашел это. Восхитительно, правда? Как футуристичный туалет, скрещенный с дроном. Представьте, что можно в нем посетить. Писанскую башню, великую китайскую кабинку. И нельзя забывать про Мачу-Пукчу. Что? Ну, немного туалетного юмора, простите. Ладно, на самом деле эта штука не существует. Это картинка нейросети, которая завирусилась. Но я должен был показать вам ее. Кто знает, может, однажды мы все будем летать в таких. Будет здорово, правда? Золотые слитки Всем хочется иногда побаловать себя. Будь то маска для лица, расслабляющая горячая ванна с ароматическими свечами или посиделки на золотом унитазе. Стоп. Что? Просто взгляните. Это в буквальном смысле трон. Невероятное творение. И кто же бросает свои золотые слитки в этот шикарный ватер-клозет? Многие люди утверждали, что унитаз принадлежал украинскому экс-президенту Виктору Януковичу. Но я провел маленькое расследование и выяснил, что трон блуждал по интернету за много лет до этого. У Януковича, правда, был золотой туалет, за который над ним насмехались после выставки оппозиции в 13-м году. Но только это не тот унитаз. Принц, которому принадлежит этот трон, остается неизвестен. Но такая роскошь впечатляет, не так ли? Хотя на самом деле есть кое-что получше. Красота, правда? Тот, у кого денег больше, чем мозгов, создал этот унитаз, украшенный бриллиантами. И я в шоке. Вряд ли он очень удобный. Или практичный. Расскажите в комментариях, хотели бы вы подобные унитазы. Большой клюв Для мужчины нет ничего хуже, чем зайти в общественный туалет, подойти к писсуару и заметить у того, кто рядом, огромный, так сказать, клюв. Это пугает. Если бы рядом с вами оказались эти птицы, пока вы в туалете, что бы вы ощутили? Вы думали, я имел в виду что-то другое? Ну вы и пошлики. Разумеется, я говорил об этих птицах, которые сидели в туалете зоопарка Майами. В 92-м году на Флориду обрушился ураган Эндрю, самый разрушительный в истории штата, который нанес огромный урон. И чтобы защитить животных, сотрудники зоопарка превратили самые прочные здания во временные загоны для зверей и птиц. Эта история намного лучше, чем я ожидал, когда впервые увидел фотографию. Но хотя мне нравится слушать, как за окном бушует непогода, пока я в безопасности, сидеть в туалете во время урагана не так увлекательно. Вертига Признаюсь, я люблю вечеринки. Но я всегда немного перебарщиваю с напитками, и поэтому я сижу в туалете, пока не прекратится головокружение. Если бы я оказался в этом туалете, то меня бы стошнило. У вас тоже вдруг закружилась голова? Я знаю, о чем вы думаете. Какой идиот пытался нарисовать шахматный узор от руки? Это сделал талантливый американский художник Рамон Орландо Трухилья. Да, эти изгибы сделаны намеренно. Работы Рамона обыгрывают прямые линии и образуют нечто дезориентирующее. Но он справился с задачей. Несмотря на то, что он написал на зеркале в туалете «ты выглядишь отлично», я отлично себя не чувствую. Если бы я остался там дольше, чем на полторы минуты, я бы там все перекрасил, если вы понимаете, о чем я. Теперь я жалею, что съел острый ролл из тунцом. Так, уходим. Мишени. Так, парни, кто из вас не умеет прицеливаться? Мне надоело ходить в туалет и выходить, оставляя следы. Поэтому я поискал мишени, которые помогут вам, когда вы облегчаетесь. Готовы? Первой у нас идет Венерина парниловка. Потому что если приблизить прибор к этой штуке, то он точно будет пойман. Я думаю, туда ходит в туалет Марио. Я, конечно, не часто об этом думаю. Ладно, продолжаем. Вот второй вариант. Политический. Тут у нас Джордж Буш туалетный. Этот нелепый писсуар был частью выставки Кларка Соренсона, который также придумал ту парниловку. Он определенно любит создавать писсуары, а это был политический протест в 2009 году против Буша. Я ничего не говорю о политике бывшего президента или мнении Соренсона, но это одна из самых проклятых вещей, которые я видел. Улучшит ли это прицел парней? Подозреваю, соотношение будет 50 на 50. Свежее облегчение. Так приятно находиться на природе. В дождь и солнце, жару и холод я люблю свежий воздух. Но однажды зимним утром кто-то наткнулся на самое странное зрелище в его жизни. Как вам такие качели? Я не уверен, что это считается рабочим туалетом, потому что унитаз не подсоединен ни к каким трубам. Но откуда мне знать? Надеюсь, никто не садился на этот унитаз, потому что на холоде вставать с него будет трудно. Скорее всего, владельцы просто хотели необычное украшение, но кто знает. Техасский туалет. У вас возникало ощущение, что за вами следят. Как будто за вами кто-то следует. Если возникало, то лучше не ходите в этот общественный туалет в Салфер Спрингс в Техасе. Изнутри можно наблюдать за происходящим, и я считаю, что смотреть на людей куда интереснее, чем сидеть в телефоне. Но подождите. Я не хочу, чтобы другие люди видели меня со спущенными штанами. Этот прозрачный туалет находится в центральном здании. Но никто вас не увидит. Эта кабинка сделана из одностороннего стекла, так что всё видно изнутри, но не снаружи. Здорово. Прозрачные туалеты стоят целых 54 тысячи долларов, но они стали достопримечательностью. Что вы думаете? Вы бы смогли расслабиться, зная, что вас там не видят? Я бы боялся, что стены упадут, и из-за угла появится какая-нибудь съёмочная группа. Это слишком идеально для жестокого розыгрыша. И на этом мы добрались до конца видео. Какие из этих туалетов вам понравились? Я знаю, какой мне понравился меньше всего. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Спасибо за просмотр.